Сон является одним из самых важных жизненных процессов практически для всех видов животных. При этом он остается самой загадочной и наименее изученной составляющей нашей жизнедеятельности. Во сне люди проводят около трети всей своей жизни. При недостатке сна наш организм болеет и не может нормально функционировать. С давних времен люди пытались постигнуть суть этого явления, но до сих пор вопросов по этой области больше, чем ответов. Сегодня мы расскажем о том, что такое сон с точки зрения современной науки. Также познакомим вас с наиболее значимыми вехами в истории изучения этого явления. Подписывайтесь на канал Эпоха Динозавров. Из наших роликов вы узнаете о происхождении различных видов животных и их эволюционном развитии. А благодаря вашим лайкам и комментариям эти ролики сможет увидеть как можно большее число зрителей. Успешные люди часто советуют, чтобы добиться более высокой эффективности в работе, следует высыпаться. Врачи также рекомендуют высыпаться, чтобы меньше болеть и чувствовать себя бодрее. Да и каждый из нас замечал, что регулярное недосыпание приводит к изменениям в поведении. Человек, который не высыпается, становится рассеянным и раздражительным, не может нормально сосредоточиться и быстро устает. С точки зрения эволюции этот процесс выглядит крайне нерациональным. В течение нескольких часов спящее существо уязвимо для нападения врагов. Также сон занимает время, которое можно было бы потратить на более полезные вещи. Поиск пищи, строительство убежища, общение с противоположным полом. При этом тот, кто много спит, должен быть более развит умственно и способен на многое. Но и здесь эволюция чего-то не учитывает. Домашняя кошка спит по 18 часов в сутки, а, например, коричневая летучая мышь – 20 часов. Человеку, чтобы выспаться в среднем, нужно 8 часов, а слону хватает двух. Но летучая мышь никак не умнее слона, и уж тем более человека. Тогда, может быть, чем крупнее животное, тем меньше ему нужно спать. Но на самом деле это немного не так. Слон, как любое травоядное животное, получает из своей пищи очень мало калорий. Ему приходится сократить время сна, чтобы просто не умереть с голода. Все остальное время он просто жует траву. Но есть среди животных и исключения. Недавно были проведены опыты на фруктовых дрозофилах. Ученые заметили, что примерно 6% самок этой небольшой мухи почти не спали. Их сон продолжался в среднем 72 минуты, а у остальных около 300 минут в день. Одна муха спала всего по 4 минуты в день. Самое интересное, что если не давать этим мухам спать совсем, то они ничем не отличаются по поведению и продолжительности жизни от своих нормально спящих сородичей. Люди сейчас могут есть столько, сколько нужно и запасать еду впрок. Но спать меньше они не стали. Что наши далекие предки, что средневековые крестьяне, что жители современных мегаполисов тратят на сон ежесуточно от 5 до 11 часов своего времени. Причем спать именно в темное время суток мы привыкли с самых давних времен. Так поступали, наверное, еще наши обезьяноподобные предки. Тогда не было никаких источников света, кроме солнца. Поэтому ночью невозможно было заниматься практически никакой деятельностью. Проще было отвести темное время суток на сон. Ведь он все равно был нужен организму для нормального функционирования. По большому счету, спать именно ночью – это привычка, а не инстинкт. Сейчас любой человек легко может подстроить свой режим сна под нужные ему параметры. Это касается тех, кто работает по ночам или по полгода наблюдает полярный день. Есть сведения, что Петр I спал не более пяти часов в сутки, а Томас Эдисон – всего два. Наука, которая занимается изучением сна, называется сомнологией. Но более-менее серьезные исследования в этой области начались только в конце 19 века. До этого изучение сна было скорее предметом домыслов и философских рассуждений. Также сон считался неким пограничным состоянием между жизнью и смертью. А все, что было связано с ним, окутывалось мистическим и даже колдовским ореолом. В поверьях некоторых народов говорилось, что в момент сна душа человека вылетает из тела. Сны считались воспоминаниями души о том, что она видела, путешествуя вне тела. И если человека неожиданно разбудить, душа может не успеть вернуться. Человек может повредиться рассудком или умереть. Аристотель говорил, что возможно сон – это состояние, при котором человек одновременно и жив и мертв, то есть он одновременно существует и не существует. Гиппократ предполагал, что сон наступает, когда происходит отток крови, а соответственно и тепла от мозга. И эта теория господствовала в научном сообществе на протяжении примерно двух тысяч лет. Среди первых исследователей, всерьез взявшихся за изучение феномена сна, была русская женщина-врач Мария Моносейна. С точки зрения современного обывателя, ее эксперимент выглядел крайне жестоким. Она не давала спать нескольким щенкам. Через три дня все они умерли. Но ни этот, ни последовавшие за ним подобные эксперименты не смогли достоверно выявить точную причину, приведшую к смерти животных. В начале 20 века немецкий профессор по фамилии Штрюмпель наблюдал за поведением человека, глухого на одно ухо и ослепшего на один глаз. Пациент получил эти увечья в результате несчастного случая. Доктор заметил, что если закрыть ему здоровый глаз и здоровое ухо, то больной очень быстро погружался в сон. Продолжил подобное исследование знаменитый российский физиолог Павлов. В результате своих опытов над собаками он сделал важное открытие. При прекращении потока импульсов от органов чувств в коре головного мозга наступает сон. Также ученый погружал собак в сон путем многократного касания кожи на бедре задней лапы. Из этого наблюдения он заключил, что сон выступает некой защитной реакцией организма. Мозг просто затормаживал деятельность коры больших полушарий в ответ на длительное воздействие раздражителя. В 1905 году немецкий ученый Ганс Бергер при помощи электроэнцефалограммы исследовал мозг человека, находящегося в спокойном состоянии с закрытыми глазами. Приборы зафиксировали синусоидальные колебания электрического потенциала. Эти колебания были названы альфа-ритмом. Их частота составляла от 8 до 11 Гц. Еще через пару десятков лет два нейробиолога Джузеппе Маруци из Италии и Хорас Мегун из США сделали следующий шаг. Они выяснили, зачем нужна структура из длинных отростков нейронов, идущих от мозгового ствола к коре полушарий. Об этой структуре ученые знали еще в конце 19 века, но не понимали ее назначение. Они назвали ее ретикулярной формацией от латинского слова «ретикула», означающего «сеть». По этой сети идут сигналы на запуск режима бодрствования. Еще позже было выяснено, что за переключение режимов сна и бодрствования отвечает гипоталамус. Эта особая область мозга также регулирует температуру тела, давление, аппетит, сексуальное желание и другие функции. В 1916-17 годах ученые наблюдали за группой пациентов, страдавших от загадочного заболевания. Эта эпидемия случилась в Европе после Первой мировой войны и унесла жизни около 5 миллионов человек. Группа состояла из 80 пожилых людей, которые несколько десятилетий страдали расстройством сна. Некоторые спали очень много, другие очень мало. У всех была повышенная температура, внезапные приступы апатии и даже галлюцинации. Вскрытие умерших пациентов показало, что в области гипоталамуса в их мозгу произошло массовое отмирание нервных клеток. Из этого был сделан вывод о значении этого органа. Сейчас он изучен более подробно и ученые понимают, как происходит переключение между сном и бодрствованием. Но все эти исследования не дали ответа на вопрос, для чего нам спать. Они просто дали ученым понять, как это происходит. И уж совсем сложно объяснить, что такое сновидение. Сейчас есть одна основная версия ответа на эти вопросы. Наш мозг в течение времени бодрствования получает и обрабатывает огромное количество информации. Во время сна происходит распределение этой информации по структуре мозга и отсеивание ненужных данных. Как будто склад закрывается на ревизию и переучет. А сны — это обрывки данных, полученных в разное время. Ученые выделяют две фазы сна — быструю и медленную. Медленный сон наступает примерно через полтора часа после засыпания. Наше давление снижено, а тело расслаблено. Мозг в это время тоже малоактивен. Глаза не двигаются. В это время организм отдыхает и восстанавливается. Быстрый сон наступает сразу после медленного и длится не более двадцати минут. Мозг в это время активен, дыхание и сердцебиение учащенные. Глаза подвижны. И именно в фазе быстрого сна мы видим сновидение. При нормальном сне в течение ночи человек проходит через смену циклов пять раз. То есть в течение ночи мы видим до пяти снов. Но помним их не всегда. В этот момент происходит то самое перераспределение данных на нашем жестком диске. Наверное, вы заметили, что утром решение проблемы, над которой думал с вечера, рождается как бы само собой. Именно так приснилось Дмитрию Менделееву его периодическая таблица химических элементов. Не зря народная мудрость гласит «Утро вечера мудренее». Сейчас даже существует понятие «полифазный сон». Путем длительных тренировок некоторые люди исключили фазу быстрого сна. Они спят с перерывами. Время сна составляет от 30 до 90 минут за один промежуток. Таким образом, они добились от 20 до 22 часов в сутки на активную деятельность. Но обычному человеку для нормального сна достаточно соблюдать несколько простых правил. Ложиться спать не позднее 23 часов. Спать в проветриваемой прохладной комнате. Перед сном почитать книгу или посмотреть фильм со спокойным, добрым сюжетом. Не переедать на ночь. Крайний прием пищи не ранее, чем за два часа до сна. Выработав у себя эти простые привычки, можно каждое утро просыпаться бодрым и полным сил. Мы благодарны зрителям, досмотревшим этот ролик до самого конца. Если вам интересно узнать о других научных исследованиях, связанных с эволюцией жизни, то советуем ознакомиться с нашими предыдущими выпусками. Из них вы узнаете о происхождении различных видов животных и растений, а также человека. Познакомитесь с достижениями науки и теориями развития нашего общества в будущем.